итак друзья всем привет и с вами я михаил шилов автор проекта макевара.ру если немножко не в фокусе нахожусь это не важно главное что фокус был на макеваре потому что рассказывать я буду сейчас именно макеваре и работе на ней один из наиболее частых вопросов которые приходят мне от тех кто уже приобрел макевару камертон или значит мбша макевару по поводу регулировки регулировки будет отдельная тема вообще посвящена какой там узел как делается макевара жестче мягче то есть упругость повышается но вопрос очень часто такой системы как можно это сделать побыстрее так вот если у вас на тренировку времени мало а нужно сразу повысить как-то уровень нагрузки на пробой то есть вы стали бить макевару надели шингар и стали бить на пробой чувствуете что в эту тренировку у вас как-то легко довольно таки пошло или например вы били удар ски он у вас хорошо получается то есть вы его нормально пробиваете вам бы для него бы побольше бы нагрузку бы сделать а вот боковой удар идет немножко хуже или все наоборот и вам надо ниже нагрузку и вас нету времени что во время одной тренировки взять ключ нам гаечный или даже без ключа попробовать поднять сам их ползун регулировщика чтобы сделать жестче или менее жестче макевар надо сделать прямо это сразу и тогда возникает такой вопрос как быстро все это дело сделать чтобы тренировка прошла качественно и полноценно главное чтобы она прошла запланированно на самом деле все довольно просто нужно использовать закон который в свое время открыл что есть архимед закон рычага на этом собственно законе и работает вся регулировка макевары когда мы ползуном пользуемся но также можно это делать и без изменения высоты уровня ползуна надо просто изменить уровень работы в обаёк макевары смотрите обаёк макевары представляет из себя самый настоящий рычаг рычаг который мы сдвигаем крепится внизу и вот он сам по себе рычаг да мы его сдвигаем соответственно чем длиннее плечо рычага чем больше плечо рычага тем нам легче менее прикладывая меньшую силу мы можем совершить то же самое действие то есть чем длиннее плечо рычага тем соответственно а при меньшей силе мы можем совершить то же самое и движение и совершить более сильную работу на более сильные действия вот не буду в терминах учить до физических мне кажется что все понятно помните как мы подваживаем какой-то камень или что-то еще мы берем длинный длинный рычаг подсовывая коротким концом и поворачиваем чем длиннее рычаг тем соответственно будет легче по этому же принципу качели действует да на который дети качаются вот такие вот вот соответственно если мы наносим удар верхнюю часть байка то нам легче боёк добить в отбойник но стоит нам опуститься немножко ниже и рычаг становится меньше предложим вот был рычаг правда ниже намного около земли почти он вот был рычаг большой было легче сделать но стоит на врачах сделать меньше меньше мы его делаем не и когда мы поднимаемся не ползу мы снизу его сделаем меньше рычаг снизу лишь и вот в этом месте уже начинается сгиб и соответственно сопротивление выше но мы можем не поднимая ползун сделать рычаг меньше не снизу а сверху то есть бить уже не вверх макевар немножко пониже рычаг становится короче 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 в принципе все понятно я думаю стало надо просто изменить немножко стойку уровень и если предположим вы прямым ударом пробиваете макевару хорошо и легко верхний уровень его надо повысить быстро уровень сам нагрузки уже бьете не верхнюю часть а немножко ниже то есть уже встаете не в такую стойку и убили вверх макевары а пониже убьете уже видите в середину вот сюда и получается что сопротивление становится выше намного выше потому что гораздо труднее будет отогнуть такой короткий рычаг и поэтому если у вас предположим сильный боковой вы его поработали в низкой стойке в низкой стойке и более слабый и прямой особенно с передней руки например вы встали в более высокую стойку и поработали его верхнюю часть байка все ведь насколько просто все очень то же самое касается с хлестовой техники она сам слабее такая как шуту тэцуй ванто различные хайшу хайто вот там кокен они послабее тэйшу если это именно хлестовый тэйшу а не пробивной боковой или пробивной сам тычковой виде то вы их бьете в верхнюю часть макевары в верхнюю часть в верхнюю часть макевары в верхнюю часть макевары а все удары кулаками тычковой тэйшу новости более низкую часть байка и тогда вам во время одной из тренировки не нужно постоянно делать перенастройку макевары все довольно просто я сам так и поступаю и вам рекомендую делать то же самое думаю ответил на вопрос если у вас какие-то вопросы есть обязательно присылайте мне их подписывайтесь на мой канал на youtube который посвящен работе на макеваре и прямо под видео задавайте вопросы свои или присылайте на email который есть на моих сайтах на моих в ресурсах макевары точка ру будушин точка руб доблок точка ру корректур точка ру докторшилов точка ком обязательно заходите читайте много полезной информации подписывайтесь на мои бесплатные рассылки всем пока удачи